Как бесценна картина великого мастера, так же бесценна эстетическая сила Бузулукского бора, описал известный российский академик. Заповедник расположился на территории двух областей Оренбургской и Самарской. Его общая площадь почти 90 тысяч гектаров. Для сравнения, это 120 футбольных полей. Обойти всю территорию мы вам сегодня не обещаем, но о самых интересных маршрутах мы расскажем в ближайшие 15 минут. В эфире программа «Туристические рецепты» и я ее ведущая Арина Лебукаева. Здравствуйте! Но чтобы легкие наши области дышали спокойно, наш автомобиль остается здесь. В дальнейшем маршрут мы полностью пройдем пешком. По одной из версий Бузулукский бор начал формироваться еще в то время, когда до Оренбургской широты доходило Каспийское море. Как вы понимаете, это было задолго до нашей эры. Позже море отступило, руслорек поменяли свое направление, а здесь освободились огромные песчаные площади. Именно они помогли сформироваться в степи сосновому бору. Дело в том, что пески очень быстро впитывают влагу и потом сохраняют ее для растений. Подробнее о лесной жемчужине на родине степных ковылей нам расскажет сегодня сотрудник бора Наталья Шапилова. Наталья Шапилова – методист отдела экологического просвещения, рекреации и туризма Национального парка «Бузулукский бор». Выпускница Оренбургского педагогического училища. Работает в заповеднике с 2013 года. Считает, что в мире нет ничего прекраснее природы. Все свободное время посвящает домашнему хозяйству. «Бузулукский бор – это очень уникальное место, так как это единственный сосновый массив в России естественного происхождения, выросший среди степей. Он очень привлекает туристов своей красотой и своим целебным воздухом, сосновым целебным воздухом. У нас здесь водится 55 видов млекопитающих, 49 видов деревьев и кустарников растет, более 650 видов трав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь в Бару поют не только птицы. Своя мелодия есть и у реки Боровка. Среди местных вытует мнение, что если сутки провести на берегу, наслаждаясь журчанием воды, то нервная система восстанавливается на год. Человек приобретает особое душевное равновесие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это место знаменито тем, что скорость реки в этом месте достигает 1 метра в секунду. Это приравнивается горным речкам. Вообще в таких местах раньше ставили мельницы, и глубина в таких местах достигала 6 метров. Но сейчас у нас Боровка в последнее время очень сильно обмелела, и в прошлом году ее средняя глубина достигала около 30 сантиметров. До 18 века у нас бор был необитаемый, и речка называлась Сыртмыш. В переводе с казахского это медный верх. Вероятно, из-за того, что когда у нас бывает наводнение или половодие, подымаются взвеси песка и глины, и вода становится буро-медного цвета. Но когда в 18 веке бор стал заселяться людьми, Сыртмыш переименовали в речку Боровку, то есть река, текущая по бору. А бор обозначает сосны, растущие на песках. В ней водится более 24 видов рыб. Одна из них занесена в Красную книгу. Это русская быстрянка, небольшая рыбка, которую, если ловят вдруг рыбаки, нужно отпускать на бурь. Пожалуй, главная достопримечательность бора – это 300-летние сосны. Ученые считают, что предельный возраст для этих деревьев – 100-120 лет. Поэтому в 60-е годы прошлого века было уничтожено свыше тысячи таких сосен. Уцелели лишь две. И уже более трех десятилетий они имеют статус памятника природы. Именно сюда стекаются основные потоки туристов. Экскурсоводы, желающие заработать, придумали массы легенд, связанные с этим местом. Люди повязывают ленты, оставляют в коре дерева монеты. И даже пытаются забрать на счастье веточки великой сосны. Все это наносит непоправимый ущерб самочувствию дерева. Сотрудники заповедника призывают людей чуть больше задумываться о природе. Как послушные туристы, уважающие законы леса, мы не будем ни вешать ленточки, ни портить кору дерева монетами. Единственное, что позволит себе наша съемочная группа – это прикоснуться к знаменитой сосне и загадать желание. Местные уверены, что этот ритуал работает куда эффективнее. Есть в бару человек, который по следу может определить, что за животное пробежало по тропинке. Лося, рыси, кабаны – его давние знакомые. Сегодня у нас есть возможность познакомиться поближе с работой участкового госинспектора Владимира Мартынова. Владимир Мартынов – выпускник Бузулукского лесного техникума. С 1980 года работал в Бузулукском бару лесником. А с 2015 года – мастер опытного лесничества национального парка «Бузулукский бор». Я в нем вырос, собирал шишки раньше, сдавал эти шишки, получал за это деньги. Кино стоило 5 копеек, ходили в фильмы, участвовали на посадках, на сжигании, с лесниками дружили всегда. Любовь с детства привелась к этому. Мне кажется, вот я смотрю на эти сосенки, они мне как-то все… Я им рад, и они мне рады. В этом году нам исполнилось 10 лет национальному парку. Поначалу, конечно, было сложности больше, чем в этом смысле. Сейчас уже немножко более народ стал относиться культурней. И в таком смысле и на местах отдыха вначале не стали уже так, как, скажем, ломать все, более аккуратно ко всему относиться. Ну, так вот, в принципе, стараемся, работаем, как можем, сохраняем наш этот клочок зелени в Оренбургской области, национальный парк. Борьба с браконьерами, защита леса от огня, патруль Бузлукского бора идет ежедневно. Мастера уверяют, самый опасный сезон – осень. Слишком много любителей тихой охоты. Чаще всего в лесу теряются грибники. И тогда мастера выходят на поиски. Бригада по 3-4 человека. Иван Жданов тоже всю свою жизнь провел в Бару. Четыре поколения их семьи посвятили себя лесничеству. На рыбалку шел, это еще пацаном был. А шел на рассвете, ну, самый-самый на рассвет, еще не светло, ну, самый рассвет. На озеро идут, такое ощущение, что кто-то не идет. Слушай, не слышно. А то ощущение, что кто-то идет. Тихонько светает, светает. Грянул, обаума делала, рысь, громадная, громадная рысь. Дела рыщенка с ней. За ними шел, оказывается, где-то потом, когда шел с рыбалкой, следал. За ними шел почти 3 километра, за ними шел. Это одно из живописнейших мест Бузулукского бора, которое привлекает своей красотой туристов. Когда еще не было здесь построена смотровая площадка, люди, приезжавшие сюда, фотографировались. И многие говорили, что были в горных Альпах. Природа очень сходная с горной Швейцарией. Мы с вами находимся рядом с озером Студеным. Хотя это не озеро, а больше даже пруд Студеный. В 60-е годы было запружено более десятка таких водоемов в Бузулукском бару. Они служили как противопожарными водоемами. У нас есть даже карты 1852-1870 годов. Там есть очень много водоемов, на которых сейчас растет очень большой лес. А были случаи, когда люди, долго не посещавшие бор, приходили в это место, думали, что здесь находится озеро, а здесь уже вырос 10-15-летний лес. Клюют щуки, герши и окуни. В основном водится хищная рыба. Озеро Студеное получила свое название не случайно. Здесь прогревается только верхний слой воды, не больше 20 сантиметров. А на глубине бьют холодные ключи, так что даже в летнее время вода здесь не нагревается выше 15 градусов. По последним данным в нашей стране 49 национальных парков. Первый из них появился в середине 80-х годов. Это особая охраняемая зона. Правда, ценить национальное достояние научились далеко не все. Сегодня наша съемочная группа совместно с волонтерами выходит на борьбу со стихийными свалками. Видимо, не все туристы читали классику. Ведь еще маленький принц говорил, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Банки, бутылки и пластиковые пакеты стали дополнением к пейзажу Бузулукского бора. Многовековое создание природы ставит под угрозу современный человек. Собрать с собой мусор займет пару минут, в то время как оставленный пластик будет гнить в почве столетиями. Получается, что причиной экологической катастрофы может стать банальная человеческая лень. Каждый приезжающий в Бузулукский бор должен понимать будущее национального парка, в том числе и в ваших руках. В Бузулукском бору созданы все условия для отдыха. На водоемах оборудованы специальные места. Есть беседки, столы. На отведенной территории можно разводить костер и ставить палатки. Предусмотрен и сбор мусора. На территории бора две базы отдыха. В поселках Калтубанка и Партизанский. Средняя стоимость одного номера – 1500 рублей. Если вы захотите повторить наш сегодняшний маршрут, то вам необходимо знать. От Оренбурга до национального парка – 290 километров. Примерное время в пути – 3,5 часа. На бензин вы потратите 1200 рублей. Это был непростой маршрут, и оценить его сложность в цифрах нам помогут современные технологии. Приложение показывает, что сегодня экодесант туристического рецепта прошел почти 16 километров. И на этом нам пора с вами прощаться. До встречи в самых загадочных местах Оренбургской области. До встречи в следующем. До встречи в следующем.